Региональный контроль Региональный контроль Мы понимаем, что даже при довольно тонких меланомах, при толщине опухоли порядка 1 мм вероятность наличия микрометастазов в лимфоузлах это довольно распространенное явление. И в соответствии со стадированием GCC8 мы понимаем, что стадирование диктует показания для того или иного метода терапии или наблюдения. И в соответствии с этим основана клиническая рекомендация, утвержденная Министерством здравоохранения. Что мы видим? Мы не имеем права выставить категорию NX, если не выполнили биопсию сигнальных лимфоузлов при наличии показаний для этой процедуры. То есть, когда пациент выписывается после удаления первичной опухоли и имеются показания для биопсии сигнальных лимфоузлов, в выписке должна стоять NX, если биопсия сигнальных лимфоузлов не была выполнена. Только в противном случае уставляется N0. Мы видим это подтверждение во всех рекомендациях и NCCN, и AOR, и если толщина опухоли по Бреслову толщина 0,8 мм является с изъязвлением и или с изъязвлением. Мы видим в качестве дополнительных критериев высокий методический индекс и наличие в лимфоузкулярной инвазии, это является показанием для выполнения биопсии сигнальных лимфоузлов. Для чего мы это делаем? Ну, конечно, для того, чтобы как можно раньше назначить эффективную дивантную терапию при микрометастазах в регионарном коллекторе, что значительно улучшит дальнейший прогноз заболевания. В отношении техники биопсии мы уже множество раз говорили об этом, и я не буду тратить много вашего времени на каких-то нюансах, но принципиально мы должны понимать, к какой группе лимфоузлов идет речь, какие из лимфоузлов первые берут на себя лимфоотток от первичной опухоли, следовательно, мы подозреваем возможное наличие в них микрометастазов. Для этого проводится предоперационная лимфостатография, лимфокартирование, интрооперационно осуществляется поиск сторожевого лимфоузла, сигнального сторожевого лимфоузла, затем выделение его и патоморфологические исследования. На каждом из этих этапов могут быть ошибки, и в каждом этом этапе кроются потери информации. И то, что говорила Анна Сергеевна в отношении пре-преаналитической фазы, вот здесь все эти этапы являются пре-преаналитической фазой, и патоморфологи уже дальше имеют тот материал, который мы им отправили, и очень высокая ответственность бригады, которая выбирает забор материала. На этапе предоперационной лимфостатографии мы можем понять специфику лимфооттока от конкретной опухоли. И ряд работ был выполнен, изучались различные паттерны лимфооттока. В зависимости от того, какая операция была выполнена первично, в зависимости от того, какая зона поражена, этот паттерн настолько вариабелен и требует очень чуткого анализа со стороны специалистов по радионуклидной диагностике и самых хирургов. Да, у нас есть ряд работ, которые позволяют нам предположить лимфоотток от опухоли. Но не надо забывать, что это и оператор-зависимая методика, и в тех работах, которые были опубликованы командой Мортона еще в 90-х, мы понимаем, что есть сначала кривое обучение, что представлено на слайде. И сам по себе метод подразумевает, что ряд лимфоузлов все-таки ускользнет. Каким бы опытным не был оператор и насколько бы он был искушен в данной методике, именно опыт оператора, опыт команды позволяет избежать ряда ошибок и добиться наиболее объективной информации в отношении лимфоколлектора. Как я уже говорил, это не только оператор-зависимая методика, тщательный анализ лимфоцитографической картины очень важен. И мы понимаем, что, конечно, бывает билолатеральный лимфооток, особенно если, например, первичная опухоль расположена на передней брюшной стенке, и псилолатеральные могут поражаться и паховые, и подмышечные лимфоузлы. Но, опять-таки, часто упускается тот момент, что сигнальные лимфоузлы, сторожевые лимфоузлы могут быть расположены и в подколенной области, и в локтевом сгибе. И при идентификации на предоперационном этапе необходим забор данной группы лимфоузлов и анализ их. Нельзя пренебрегать лимфоузлами, расположенные в данных локализациях. Мы это видим по отчетам из различных учреждений, не только в нашей стране. Зачастую мы видим там прогрессирование. Поэтому это очень важный этап. И в данном случае мы ищем лимфоузлы именно сторожевые сигнальные, которые мы находим радионуклидными методами. И при том размер этого лимфоузла не имеет никакого значения. Это может быть очень маленький лимфоузел, который может очень слабо копить радиофарм препарат. Или это может быть большой лимфоузел, тоже слабо копящий. Или крайне активный лимфоузел. Задача его идентифицировать и прецизионно удалить, маркировать и отправить нашим коллегам-морфологам на дальнейший анализ. Потому что речь идет в настоящее время не о макрометастазах, когда действительно мы можем увидеть изменения структуры лимфоузлов, а о микрометастазах. И это единичные группы скопления клеток, которые должны быть найдены в морфологическом отчете. И опять-таки, видите, на каждом этапе, если на пре-преанализе у нас могут быть ошибки, могут быть аналитическом этапе, потеря информации. И есть определенные принципы гистологической оценки. И это должны быть действительно опытные патоморфологи. Невозможное исследование в замороженных срезах на этом этапе. Обязательно произойдет потеря информации. Нету такой нужды при меланоме. Обязательно исследование с использованием многих стахимических агентов для выявления как раз-таки единичных групп клеток. И, естественно, тщательный анализ того размера этого микрометастаза позволяет в дальнейшем составить прогноз о заболевании и стадировать данный процесс. В отношении того, можно ли выполнять биописигналы лимфоузлов отсрочно, конечно, можно. И первый этап именно диагностика первичной опухоли ложится сейчас зачастую на дерматологов и за рубежом. Чаще всего с первичной меланомой имеют дело именно морфологи. И в дальнейшем биопсия сигнальных лимфоузлов выполняется совместно с реэксизией рубца после первичной опухоли. И задержка после этой первичной биопсии не оказывает достоверного влияния на статус торжевого лимфоузла. Делать ее нужно, естественно, все в рамках разумного, но выполнение биопсии сигнальных лимфоузлов, когда она показана, она должна быть выполнена. Главное не забывать про влияние эксизионной биопсии. И пластика, которая была выполнена во время эксизионной биопсии или широкого иссечения, и, к сожалению, в нашей стране мы часто встречаемся, независимо от региона и города, с, я их называю, широченными иссечениями, совершенно, на мой взгляд, непоказанными в данном случае, особенно сразу на первом этапе, когда идет речь об узловой меланоме. И доктор, который первично решил выполнить иссечение большой толстой узловой меланомы, должен понимать, что после этого будет выполняться биопсия сигнальных лимфоузлов. И, меняя паттерн лимфоотока, мы снижаем затем чувствительность данной методики, и, естественно, мы можем привести к ложно-отрицательным результатам. Надо на шаг вперед хотя бы планировать дальнейший вариант лечения, выполнять эксизию правильно, она, возможно, под местной анестезией, с минимальными отступами, и уже после стадирования по категории Т принимается дальнейшее решение. И я хотел бы спросить у нашей аудитории, выполнять ли тотальную или завершающую лимфодисексы после диагностики положительного сигнального лимфоузла. То есть, если вы выполнили данную процедуру, и в отчете от патоморфолога пришла информация, что микрометастазы в данном лимфоузле есть. Коллеги, я обращаюсь с тем, кто в студии, для того, чтобы проголосовать участникам, в студии, кто находится, перейти на МОБИ-ВОЙТ и ввести код для голосования 3008. 3008. А все остальные, да, голосуют, смотрят, смотрят на свой экран справа. Надеемся, что с технической точки зрения у нас все пойдет по плану. Судя по тому, как распределяются голоса по-прежнему, ясности определенной нет. Это очень интригует. Подождем еще немножко, чтобы собрать наиболее объективную информацию на сегодняшний день. Ну, мы видим основную тенденцию, наверное, не будем задерживать всех, то, что голоса разделились напополам. Мы это голосование уже проводили в 2019 году, два года назад. И посмотрите, 50 на 50. Прошло два года, и мы по-прежнему разделяемся во мнении на этот счет. И это, на самом деле, немножко огорчает, потому что, на самом деле, ответы на этот вопрос уже были получены. Это два самых цитируемых исследования, не считая МСЛТ-1. Вот есть логическое завершение МСЛТ-1, МСЛТ-2. Та же самая группа специалистов с отцом-основателем Мортоном провели аналитику, выполняют ли лимфодисекцию при положительном статусе лимфоузла. Я часто провожу это исследование на наших мероприятиях. Также подобной задачей одной из конечных точек было исследование наших европейских коллег, ДКОК-СЛТ. И, в общем-то, оба этих исследования говорят о том, что в настоящее время при положительном статусе лимфоузла выполнение тотальной диссекции не показано. Показано назначение дюватной терапии и дальнейший тщательный контроль за данной зоной. Да, безусловно, лимфодисекция позволит добиться лучших результатов со стороны регионарного контроля. Но нету лимфоколлектора, нету и прогрессирования в нем. Но на принципиально меланомоспецифическую выживаемость эта процедура не влияет. И в настоящее время как в НССН, так и в АОР, об этом скажу чуть попозже, указано то, что наиболее предполагаемый, рекомендуемый метод дальнейшего введения при положительном статусе, кроме, естественно, дюватной терапии, тщательный ультразвуковой контроль за данным регионом. Естественно, есть группа пациентов, которые нуждаются в диссекции, и он обсуждается отдельно. И, опять-таки, мы идем по следу конференции, я не могу не сказать о конгрессе по меланоме, который был в апреле, и уже существует даже эра, когда, и Гершенвольд как раз-таки употребил такой постэра, когда мы уже не выполняем тотальную лимфодиссекцию при положительном статусе лимфоузла. И это все отражено в наших рекомендациях, поэтому, читая внимательно, мы должны обсудить такие варианты с пациентом, совместно принять решение, но в настоящее время убедительной пользы в этой процедуре мы не видим. Главное не путать с клинически положительными лимфоузлами. В данном случае показана уже так называемая терапевтическая тотальная лимфодиссекция с первичным иссечением опухоли рексизирубца и потом уже дальнейшим значением терапии. Вообще по взаимоотношению с лимфоузлами была целая эволюция подходов, и в настоящее время никто не говорит о профилактических лимфодиссекциях. Да, мы удаляем эти лимфоузла в футляре и тщательно оценивается удаленный препарат морфологами, мы оцениваем количество удаленных лимфоузлов, есть даже определенный коэффициент, который позволяет отразить соотношение пораженных метастазами к общему количеству лимфоузлов, который определенным образом может говорить о риске прогрессирования дальнейшего заболевания. Стандартные методы, опять-таки я выхожу уже за рамки временных интервалов. Нормально? Нормально пока. Подмышечная лимфоденоктами лимфодиссекция. Существует три группы лимфоузлов, и полная лимфодиссекция включает диссекцию всех трех уровней, и для стадирования PGCC необходимо удаление не менее 10 лимфоузлов. В отношении паховой лимфоденоктами это самый интересный случай при клиническом поражении паховых лимфоузлов, потому что поверхностные лимфоузлы находятся в пределах бедренного треугольника, глубокие паховые лимфоузлы находятся уже по ходу наружной подвздошной запирательной артерии, и уровень диссекции в данном случае дискутабелен. И, опять-таки, определенное количество лимфоузлов должно быть удалено. В данном случае, особенно при локализации первичной опухоли на нижней конечности в области голени, например, можно ограничиться и диссекцией в пределах треугольника, и не выполнять диссекцию вдоль подвздошных сосудов, не дополнять ее подвздошной лимфодиссекцией. Незабываем о подколенной зоне. Опять-таки, я хочу сделать отдельный сигнал о том, что там могут быть и сторожевые лимфоузлы, и, соответственно, при дальнейшем введении этих больных, и как в неодевантном варианте, так и в адевантном, они потребуют диссекции, цитередукции. Важно полностью визуализировать подколенную ямку, должен быть скелетирован нервной структурой, как малоберцовой, так и кожный медиально-берцовый нерв, должны сметить, чтобы визуализировать всю группу лимфоузлов, количество которых может варьировать. В отношении шейной лимфодиноктомии необходимо удаление меньше 20 лимфоузлов в соответствии с приведенной литературой. И часто на шее мы можем видеть метастазы из невыявленного очага, к сожалению. В отношении лимфодисекции мы понимаем, что это очень травматичная процедура. На слайде представлены наиболее распространенные осложнения при ней. И в соответствии с полученными данными крупных исследований, мы говорим в настоящее время о тщательном отборе пациентов для лимфодисекции. Я уже говорил, что позиции хирургов смещаются в настоящее время. Нам остается все меньше и меньше работы. И мы должны модифицировать наши методы, и мы должны тщательно отбирать пациентов для травматичных операций. Мы можем снижать количество и так называемое качество осложнений, снижение объема оперативного вмешательства, и выполнение исключительно по показаниям данной процедуры. Мы можем модифицировать эти вмешательства, сохраняя критические структуры, как торкодорзальные сосуды при акселярной лимфодисекции, что представлено на слайде, так и большую подкожную вену. Применяются эндовидеохирургические методы для снижения травматичности. И в настоящее время у нас наступает новая эпоха в отношении циторедукции. К нам поступают пациенты, которые уже пролечены не одной линией современных препаратов. Это иммунотерапия. И операции после иммунотерапии, независимо от органа, но в том числе и при меланоме, это уже новое, зачастую, испытание для хирурга. Потому что тот вал иммуногенной реакции тканей, он усложняет зачастую операцию. И мы, к сожалению, очень скованы в уменьшении травматичности ее. Опять-таки, вы можете сравнить предыдущий слайд с сохранением критичных структур. Здесь у нас, к сожалению, уже выбора нет. Мы должны удалить этот очаг. Это может быть довольно сложной задачей. Как и при таких распространениях циторедукции, сложная задача для хирурга, но, естественно, выполнимая. И, простите, что-то с органами управления. Мы встречаемся с различными случаями. И должен быть тщательный отбор пациентов, и тщательная подготовка к операции, и точное понимание, что данная операция показана пациенту и в данном конкретном случае. И я хотел бы привести итоги голосования 2019 года, когда мы, в принципе, выясняли положение дел в стране. Это было два года назад, на самом деле, очень большой срок, особенно для терапии меланомы, которая динамически меняется от сезона к сезону. И, как вы видите, только 50% нашей аудитории назначала БСУ, не выполняла самостоятельно, отправляла, но так иначе назначала. Но были определенные технические моменты, организационные проблемы и идеологические проблемы. И я хотел бы узнать, что у нас сейчас. Направляете ли вы пациентов на выполнение биопсии сигнальных лимфоузлов при меланоме кожи? Может быть, вы выполняете сами в своем учреждении? Вы направляете в другие учреждения, где это выполняют на потоке? И, наверное, это наиболее правильно. На мой взгляд, формирование референс-центров – это наиболее оптимальный путь для столь тонкой процедуры. Не столько сложной, но сколько тонкой процедуры. Или мы вообще не назначаем биопсии сигнальных лимфоузлов и игнорируем это все. Или не хотим, или нет. Я не стал уточнять, чтобы не выгодило это голосование как провокация. Напоминаю, что голосование анонимное. Никто не будет анализировать, кто как ответил. Мы просто хотим узнать общее положение дела на стране. У нас нет другого способа, чтобы узнать эту информацию. Как не общаться с вами напрямую. Обратите внимание, что довольно много из проголосовавших. Опять-таки, влияет количество проголосовавших. И тут у нас нет равномерного распределения, например, по регионам. Или кто-то сейчас смотрит нас из референсных центров и говорит, да, конечно, мы сами выполняем. Но, по крайней мере, меня волнует, скорее, последний столбец, кто вообще не назначает биопсию сигнальных лимфоузлов. С учетом, что у нас деление идет уже по процентной, это не 10, это когда 5 человек проголосовало. Тут как минимум больше 10 человек проголосовало, раз мы такое процентное соотношение имеем. Опять-таки, с чем это связано, трудно сказать. И я надеюсь, что в наших силах, и через наши организации, и через наше сообщество, эту ситуацию менять к лучшему. Потому что обратите внимание на второй вариант. Отправить пациента для биопсии сигнальных лимфоузлов в другое учреждение. Телемедицина, опять-таки, и мы готовы принять этих пациентов и на потоке это выполняем. По большому счету, полученной информации нам достаточно. Мы рады то, что подавляющее большинство все равно направляет на биопсию сигнальных лимфоузлов или выполняет сами. И большое спасибо вам за внимание. Спасибо. 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 Спасибо.